Есть интересы страны, как некой общности людей, территориальной, ресурсной, есть интересы других стран. И вот мне кажется, что именно в этой плоскости сейчас разыгрываются самые большие ставки в этой игре, где действительно какие-то силы поддерживают векторы развития России как государства. И есть силы, которые поддерживают векторы развала России как государства, потому что она просто не важна, не нужна и мешает. И действительно непонятно, откуда взявшийся вдруг на повестке дня еще один центр тяжести во всей этой сбалансированной, уже такой приятно устоявшейся системе координат. Зачем они нужны? То есть тут, мне кажется, все-таки от этой геополитики большой никуда не уйти. Она звучит, звучат эти тезисы уже немножечко тошнотворно, в силу того, что они обсуждаемы в разных ракурсах на всех площадках, но если говорить, откуда ноги растут, никуда от этого не деться. Повестка дня возникает в основном на трении этих глобальных платформ. Национальный и, грубо говоря, платформы интересов какого-то такого конгломерата западного. Никуда не деться. Здесь основные искры, здесь в ход идут и политики, и художники, и все что угодно. Но на войне как на войне. Мне кажется, надо это понимать и быть адекватным этой ситуацией, не воспринимать ее как беду, трагедию. Американцы живут в постоянном управляемом во всех фактических аспектах пространстве долгие годы и не считают себя несчастными. Именно потому, что это управление осуществляется каким-то очень точечным образом. Кинематограф выстраивает определенную систему ценностей, доносит ее. Это примерно как наш совок, в котором тоже все было выстроено. Мы сейчас, отойдя на 30 лет от него, оглядываемся, понимаем, что да, была в этом манипуляция. Но каких масштабов манипуляции сознанием происходит сейчас в мировом масштабе, мы, боюсь, не поймем, потому что эта система координат вряд ли при нас зарушится. Но потом, со стороны глядя потомки нашей, изучая историю, будут понимать, что происходили глобальные вещи. И людей, как Баранов, причем не то, что там миллионы, в какой-то маленькой стороне, а миллиарды просто по всему миру толкали то в одну, то в другую сторону. Рассказываем, что черное – это белое, белое – это черное. При всей сложности этой игры, мне кажется, что для каждого конкретного человека все равно все должно сводиться к тому, что он считает правильным для себя, для своих детей, для своего района, города и страны. И вот, в принципе, на этом, мне кажется, лучше поставить точку, потому что если пытаться размышлять о мировых масштабах, можно просто сойти с ума, потратив какое-то нерациональное количество времени и сил на это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!